Александр Черчинь. Пари на сиротку. Пролог, в котором происходит судьбоносная пари, что сулит огромные неприятности. Королевская академия стихийной магии. Тарис Старк. Я не знаю, что злило меня больше. То, что к маленькой мерзавке подкатывал уже третий мой друг, или то, что она раз за разом всем отказывала. Сейчас возле кресла, куда Хелли забралась, трогательно поджав под себя ноги, стоял на том и пытался обаятельно улыбаться, намекая, что он лучший самец на этой вечеринке. И неплохо бы бедной, но своенравной кружке наконец-то выбрать себе покровителя. И выбрать правильно. Но Хелли Вердзла плевала на неписанные законы Академии стихий. Хелли искренне считала, что сможет остаться тут независимой и достигнуть своих целей. Хелли была так непозволительно наивна и возмутительно желанна. При одном взгляде на нее у меня воспламенялась кровь, но происхождение и воспитание вступали в схватку с физиологией. И самое мерзкое в том, что я проигрывал своему телу. Стоило взглянуть на светлые волосы, словно солнечные. На вечеринку она, наконец, распустила свои идиотские косички. А еще на тонкие пальцы, вот откуда такие у деревенщины? И на нежные розовые губки, которые не стеснялись говорить в лицо аристократам, честное мнение. Очень хотелось пристроить и губки, и пальчики к совсем другому делу. И мордашка такая, тонко выписанная. Не то чтобы с ног сбивала красотой, но... но... Пока я в очередной раз пропадал в своих фантазиях, вернулся на дом. Рухнул на диван между мной и Улом и развел руками. «Вынужден признать свой проигрыш». «Какими словами послали тебя?» — полюбопытствовал Ул. «Что даже теоретическая магия вызывает в малышке Хелли больше влечения, чем я». «Наглая девка», — покачал головой третий мой друг Харс, а потом повернулся ко мне и спросил. «Тарис, а ты что скажешь?» «Очень хотелось признаться, что я-то как раз очень рад тому, что все мои друзья пролетели как фаербол мимо нашего магистра защиты. Но тогда у них появилось бы слишком много дополнительных вопросов, а потому... действительно наглая». «И? Ты совсем ничего не хочешь по этому поводу предпринять? Позволишь сиротея с какой-то богами забытой деревни задирать нос? Сам же понимаешь, стоит показать плебсу, что за проступки не будет наказаний, как они тотчас осмелеют. Решат, что равны нам». Я лениво потянулся, покачал в бокале вино и, бросив на приятеля косой взгляд, сказал. «Харс, ты так горячишься, что весьма интересно, какими словами отшили тебя». Парень тотчас пошел красноватыми пятнами, а в мутно-серых глазах полыхнула лютая злоба. «Сам бы сходил! Держу пари, что эта незнающая берегов деревенщина и с тобой танцевать не пойдет!» «Харс, я не ведусь на слабо. И эта малышка мне не настолько интересна, чтобы идти к ней лично. Ведь стоит щелкнуть пальцами, как тут будет любая, сама прибежит». В подтверждение слов я скользнул по стоящим в отдалении девчонкам ленивым взглядом и, поймав жадный взор Марианны Лимб, лишь поманил ее пальцем, едва заметным беглым жестом. Но она тотчас отставила свой бокал, поправила платье и, даже не прощаясь с кружком своих подружек, двинулась к нам. «Любая!» согласно кивнул Ул. «Даже королева факультета несется к тебе, теряя каблуки. Но не Хелли Вердзла, не так ли, Тарис?» Марианна чуть застряла по пути, так как стайка первокурсниц, среди которых была и обсуждаемая нами особо, не раступилась перед вполне себе титулованной королевой прошлогоднего бала, уверенной в том, что ее изберут повторно. «Мне нет дела до Хелли Вердзла», спокойно ответил я. «Зато нам есть», продолжил жать Ул. «В чем-то Харс прав. Плеб стоит ставить на место. И кому, как не тебе, герцогу Таркскому, это делать? Или ты действительно боишься отказа? Хотя, знаешь, я, наверное, даже поставлю на то, что с нашей сильно вгрызшейся в учебу сироткой у тебя ничего не получится. М-м-м, допустим, сто золотых, даже двести». «Ул, ты прямо не веришь в нашего предводителя», хмыкнул Харс. «Как бы не задирала нос эта козявочка, она всего лишь женщина, да еще вдобавок и юная. Такую своротить делом максимум недели». «А давай поспорим», загорелся Натан. «Действительно, я займусь девчонкой более предметно. Ставлю триста, что через месяц она будет стонать подо мной и просить еще». Злость полыхнула во мне, выжигая все остальное буйным пламенем. Слишком ярко, слишком четко представилось, как эта солнечная малышка лежит на постели, волосы ее спутались и разметались, щеки раскраснелись от желания, а пальцы царапают мужскую спину. Не мою. «Натан, ты уже пробовал, и у тебя не получилось». Лениво протянул я. «Так и быть, моя очередь. Я ставлю тысячу золотых на то, что через месяц Хелли будет таскаться следом за мной и забудет даже про учебу, цели, гордость, убеждения. Для нее будет иметь значение лишь то, что скажу ей я. Тысяча золотых и твой ремень. Вот этот, из кожи жанийской жабы», ухмыльнулся Натан, прищелкнув пальцами. «Да он стоит пять тысяч, и пойди еще достань такой», возмутился я. «Впрочем, понятно, что выигрыш будет за мной». «Ну ладно», — уговорил. «Мой ремень против твоего артефакта невидимости». Продолжение следует...» Продолжение следует...